В моем понимании, что оружие можно применять против своего солдата только в том случае, никогда не для мести, не для поучения, а в том случае, когда он действительно делает что-то, что уже несет угрозу жизни другим солдатам. Возможно, он собирается оставить позицию, которая открывает фланг для других и как минимум пригрозить или может руку ему прострелить, пусть со второй целой рукой, но сидит, дальше эту позицию держит, потому что иначе погибнут другие его же ребята. Если он уже не хочет идти, ну то есть какие могут быть причины, там не хочет идти в бой, например, я бы уже три раза на него плюнул и не взял бы его в бой, потому что он там может тебя подставить. Ну то есть я бы не доставал на своих никогда в жизни пистолет и не кричал бы, я тут суперкомандир, блин, выполняю то, что я вам говорю. Пристрелить для своего подлогого, ну было у меня пару раз такие божения. Ну это пьянка. Иногда есть, иногда и командир может быть пьяный. Это откровенно говоря, и у которого может и белка сходить. Вот как военный стан, командир имеет право даже выстрелить и приклеить физическую силу, это если не выполнение наказа, а тем более, если это на боевой операции, або на боевой позиции, если человек бежит назад, або просто она не выполняет наказа, то да, командир имеет право. Командира, кто будет расстреливать, если командир проводит через блокпосты, скажем так, это я условно беру, я не называю фамилией Иванов, Петров, Сидоров, все, что не делается, это делается сведомо комбата. Те машины, которые уходят сейчас через блокпосты, каждая там по 20 тысяч на каждом блоке отстегивает, это секрет? Нет, это не секрет, так оно и есть. Кто будет расстреливать командира? Если бы я видел, что во время боя неадекватные действия люди ставят под загрозу жизнь и здоровье, и выполнение боевых задач под разделом, то я совершил бы это, не выграючись. Любой может быть застрелен, просто за то, что командир может быть плохой настрой, например, або он садист, або еще что-то, або он самостверждается. Я вам скажу так, плох тот командир, которому для приведения в подчинение личного состава необходимое оружие, достаточно было слова. Оружие я никогда не применял, не применю, и не применю никогда против личного состава, не применю. Продолжение следует...